Всем привет, с вами Наривар. Ну, наконец-то, хоть кто-то додумался сделать полноценный онлайн. Так, я думаю, ни для кого не секрет, что полгода назад вышла, ну, чуть больше, чем полгода назад, вышла Last Day on Yes Survival. Игра реально просто хитовая, взорвала интернет, и я даже не понимаю, почему так произошло. Возможно, хороший маркетинговый ход, возможно, появилось нужное время в нужном месте, возможно, еще какие-то совпали параллели, и эта игра вырвалась в топ. Она стала лучшей за 2017 год от разработчиков, она стала лучшей, там, прибыльной, перспективной, вообще самой лучшей игрой за 2017 год, именно по рейтингу, там, плеймаркета, по каким-то еще рейтингам. Она принесла разработчикам реально огромнейшие деньги, огромнейшую славу, огромнейшую популярность. Ее скачали всего лишь за полгода 50 миллионов человек, даже больше, чем 50 миллионов человек. Ну, реально, показатели игры очень, очень, очень серьезные. Она вырвалась реально в топ, и за счет этого у нее появилась куча последователей, куча клонов, куча похожих игр, которые пытались урвать самое лучшее из этой игры, принести что-то новое в свои же игры, и тем самым взойти тоже, влезть на эту волну хайпа. Но, не у всех это получилось. И первый клон, который мы сегодня рассмотрим, это Jurassic Survival. Игра появилась буквально там через несколько месяцев, возможно, через 2 или 3 месяца, после того, как хайповая игра Last Day начала набирать реально огромнейшую популярность. Не просто там 100 тысяч, 200 тысяч, а реально миллионы скачиваний, прям там, за день, за два, за неделю. И после этого появилась игра практически клон в клон. Я вот реально начал играть в эту игру, и как будто вот прям движок был спизжен, просто весь спизжен из Last Day, и только переработана именно визуальная оболочка. Вот все остальное, карта, все-все-все, вот это, просто визуальная оболочка была переработана, все остальное было именно из Last Day, из обычного нашего Last Day, он есть Survival. Но, в то же время, здесь игра достаточно красочная, ярче, гораздо ярче, за счет того, что здесь нету зомби, нету этого пасмурного такого апокалипсиса, здесь игра гораздо протекает в более ярких тонах. Мы сражаемся здесь не с зомби, мы сражаемся здесь с динозавриками. То есть, получается, нам надо опасаться именно динозавриков, они точно такие же бывают, разных левелов, разной прокачки, разного вида, и наносят, и имеют хп больше, и наносят нам урон гораздо больше. Все остальное то же самое, нам надо развивать базу, бегать по разным локам, собирать ресурсы, подбирать, там дерево здесь, это пальмы, это какие-то еще хп восстанавливающие здесь, не баночки. Ну, то есть, реально игра вот один в один, как и Last Day, я сурвала, но чуть-чуть просто визуально переработана. В то же время, эта визуальная переработка, возможно, тоже добавляет свои нюансы, добавляет с разработчиками новенькие маленькие квестики, тоже, как бы все-все-все классно делают, но она вышла второй, то есть, самый главный минус этой игры, она была не первой, кто появился на свет, кто вообще начал продвигать вот такой режим выживания, возможно, собирание, там, строение своей базы, бегать, ну, то есть, реально вот такой медленный, она была второй, и получается, за счет этого, все-таки не получилось прям вот настолько сильно хайпануть, как Last Day on Yes, Валу. Но, в то же время, игра тоже очень, очень, я еще раз повторюсь, достойная, действительно хорошая, ну, мне, мне она, как бы, не то что сильно зашла, я просто в нее немного поиграл, понемножко потешился, но дальше дело не зашло. И точно так же, как в Last Day, здесь не было онлайна, не было живых игроков, за счет этого мне и не хотелось в нее прям еще погружаться, сильно тратить свое время, поэтому, если честно, я в нее сильно не играл. Ну, и, возможно, именно из-за этого игра смогла только привлечь к себе где-то миллион скачиваний, как показывает Play Market, и не более того. Следующая игра, которая является клоном Last Day, это Grim Soul. Да, игра выполнена в средневековье, то есть, нам сейчас надо сражаться, в принципе, с похожими зомбами, но в средневековье, то есть, получается, нету современной техники, нету ничего современного, здесь чисто-чисто вот среднего века, там, 10-й, может, 12-й век, ну, короче, все в таком русле происходит, при том, игра еще более пасмурная, и даже не то, что пасмурная, я бы сказал, более в таком ретро-стиле изображена, в ретро-стиле все прорисовано, в ретро-стиле все сделано, сразу мне даже, честно, даже понравилось, вот такой, блин, даже прикольно, а потом это немножко ретро-стил меня начал, если честно, поднапрягать, я даже не знаю, почему, но я понял, что меня этот ретро-стиль немножко реально поднапрягает, возможно, из-за прорисовки, возможно, из-за чего-то еще, но я, если честно, в нее тоже не особо погружался, я понял, что, в принципе, одно и то же Лаздея, но Лаздея уже вкладывается гораздо серьезнее деньги, гораздо больше денег туда вкладывается, хотя здесь тоже разработчики одни и те же, но, блин, если честно, что-то пока не то, возможно, из-за того, что все-таки это снова клон, возможно, из-за того, что это снова копия, при том, что ты, когда уже понимаешь, что сколько ты потратил время на Лаздея, чтобы развиться до максимума без доната, то ты понимаешь, что не хочется и сюда вкладывать столько времени, хотя, еще раз повторюсь, игра, первый раз, когда я ее только установил, меня реально немножко даже затянуло, потому что я понял, что, ага, вообще график это, в принципе, необычный, что-то по-другому, но потом я понял, что, в принципе, одно и то же, при том, это ретро-прорисовка, если честно, потом начало, как я уже говорю, поднапрягать, что ты не понимал, в принципе, в некоторых моментах, как-то, ну, настолько она убога, если честно, в некоторых, не то, что во всех, но в некоторых моментах не хватало, все-таки, какой-то 3D-шности, я бы так это назвал, но клон тоже достаточно достойный, тоже занял свою нишу, у него тоже игра, на теперешний момент, где-то миллион скачиваний есть, но эта игра появилась буквально пару месяцев назад, так что за пару месяцев миллион скачиваний, это очень хороший показатель, потому что есть куча игр, которые, в принципе, тоже неплохие, но у них за год, за два, тоже всего лишь миллион скачиваний, так что я надеюсь, что эта игра еще завоюет своего потребителя, я надеюсь, эту игру еще будут продвигать, поддерживать, вносить новые изменения, дорабатывать, и, возможно, да, возможно, она тоже когда-то реально станет очень хайповой, и в нее будут прям все-все-все играть, и все-все-все тащиться, но это были такие клоны, которые, в принципе, копируют вот прям модель Last Day, вот один в один, но не добавляют онлайна, и сейчас мы переходим к игрухе, которая добавляет онлайн, да-да, наконец-то, все-таки, наконец-то, хоть кто-то смог сделать онлайн игру, просто один в один точно так же Last Day, один в один Giraffe, один в один Grim Soul, но здесь есть онлайн, самый главный плюс этой игрухи есть онлайн, то есть здесь, в принципе, точно так же, вообще развитие, собирание, там, постройка дома, все-все-все, в один в один, графика, конечно же, другая просто, график уже не могут стырить один в один, то есть по-любому это будет плагиат, по-любому все засудят, то есть, ну, как бы суды будут, поэтому графика совершенно другая, графика, прорисовка, все другое, но кнопки одни и те же, ты же смотришь на эти кнопки и ты понимаешь, что все это одно и то же, я все это уже проходил, во все это играл, но самый главный плюс этой игроки, здесь есть онлайн, да, наконец-то, все-таки, хоть кто-то смог как-то доработать сервер, так, этот вот, этот онлайн сервер, чтобы была возможность играть с такими же игроками, с онлайн, не с ботами, а с реальными игроками, такие же, как мы с вами, и вот это уже вносит реально на вьюхенькую, на вьюхенькую идею, с помощью этого можно действительно уже начинать играть, с помощью этого можно уже действительно, чтобы играть и начинало нравиться, потому что если нет онлайна, ну, это так, если честно, это так себе, но как только появляется онлайн, как только ты можешь играть с другими живыми людьми, это просто совсем другой уровень, просто я помню, когда в свое время у меня только появилась возможность играть по Battle.net of StarCraft 1, еще там в 2002 или 2003 году, это совсем другой уровень, с ботами, мне уже не хотелось играть с ботами, я хотел играть с живыми игроками, я хотел играть с живыми игроками, я хотел видеть горящий их пукан, когда я их выношу, ну, или горящий мой пукан, мне хотелось реально играть именно с живыми игроками, и прокачивать свой скил именно с живыми игроками, и эта игруха дает возможность нам, хотя бы немножко поиграть с живыми игроками, потестировать, как это все будет происходить, возможно, после этой игрухи, это не кефировцы придумали, это еще здесь даже локализации на русский язык нету, Это реально игруха еще на английском языке. Ее скачали всего 50 тысяч раз. Она вообще еще вот только-только появилась. Она полмесяца назад вышла. Она вышла 28.02. То есть в конце февраля последний день. То есть с март ее начали скачивать. То есть прошло буквально полмесяца. Эта игруха очень новая. Ее скачали всего 50 тысяч раз. Ее начали вот сейчас массово ютубер рекламить. Потому что игра действительно зачетная. Но и куча тоже, куча недоработок. Эта графика еще тоже оставляет желать лучшего. Если честно я бы сказал. Но самый главный плюс. Самый главный вообще козырь этой игрухи. Что у нее есть онлайн. Если она сейчас хайпанет. То я уверен разработчики будут вкладывать кучу денег. Кучу времени. Кучу ресурсов. Для того чтобы доработать и графику. Доработать и геймплей. Доработать мелкие лаги. Чтобы ничего этого не было. Чтобы игруха заняла свое место в плей маркете. Своего места в Apple Store. Чтобы ее скачивали люди. И в нее играли. Потому что онлайн это залог успеха. На самом деле сейчас в 21 веке. Онлайн это залог успеха. Если есть в игрухе онлайн. То она будет пользоваться популярностью. Будут миллионы скачиваний. Будут донаты. Разработчикам конечно же. Но и будет конечно же интерес у игроков. Играть в онлайн игруху. Если онлайна нет. Но игруха рано или поздно все таки загнется. Поэтому Last Day конечно же разработчики добавляют по кусочкам онлайн. То нам можно было базы игроков выносить. То наши базы грабят именно реальные игроки. Но это все таки не полноценный онлайн. Возможно после этой игрухи. Возможно сейчас разработчики все таки приложат гораздо больше сил. По Last Day. Чтобы все таки допилить онлайн. Если здесь просто ноунеймовские рабочие могли сделать этот онлайн. То почему же кефировцы не могут до сих пор сделать онлайн. Возможно все таки это маркетинговый ход. Возможно они таким образом до сих пор пытаются как-то еще постричь бабла. Чтобы до того как появится онлайн. Чтобы после онлайна еще больше постричь бабла. Возможно из-за этого. Потому что ну столько времени прошло. И столько времени они нам обещают что появится онлайн. И вот просто левая контора разрабатывает игру в которой есть онлайн. Которую кефировцы до сих пор уже полгода не могут нам внедрить. Возможно это будет им волшебный пендель. Для того чтобы они все таки доработали и ввели онлайн. Но игра достаточно хорошая. В нее сейчас все начинают играть. Возможно я сейчас немножко подразовьюсь. И с подписчиками тоже поиграю. Сам поиграю. Ну короче посмотрим что дальше будет. Но хотя бы наконец-то сделали онлайн игру. И показали что это возможно. Но у меня собственно все. Вот такие были клоны именно Лаздея. Один лучше другого в принципе. Я понимаю что не всех клоны охватил. Но это самое массовое в которое очень много играли люди. Которые снимали ютуберы. Ну и у которых хотя бы по несколько миллионов скачиваний есть. Так что если вам видос понравился. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами был Андрей Вар. Всем пока.